Если вы не любите бег, значит вы просто не с тем бегаете. Возьмите в компаньоны четвероногого друга, и ваше отношение к кардионагрузкам изменится. Ну, раньше я просто бегал, а сейчас с собакой как бы добавилось. То есть это новый стимул для пробежек, с собакой веселее? Да, да, как стимул, потому что тяжело себя иногда заставить поднять с диван, с собакой как-то веселее. Такой парный бег называется коникроссом, а совместная езда на велосипеде – байкдорингом. В этих дисциплинах хозяин и собака выкладываются одинаково, ведь именно командная скорость – главный показатель на соревнованиях. Ну, это не совсем пробежка, потому что все-таки с собакой немножко сложнее бежать. Она может где-то остановиться, может где-то сойти с трассы, то есть надо знать команды, управлять собакой. Если хозяин не подготовится сам, то он будет тормозить и четвероногого, а потому тренировки – процесс совместный и регулярный. Тем более, что дистанции на трассе нешуточные. Вот эта команда только что преодолела три с половиной километра за девять минут. Прибежал. Ты ты лазер ждал. Но наблюдать за триумфом со стороны – это одно. А что если и самой прочувствовать тягловую силу четырех лап? Побежим с тобой. Но моим компаньоном стал шестимесячный грейстер Тагир. Перед началом забега нам предстоит познакомиться и отработать несколько команд. Управление собакой должно быть только голосом. Нельзя никакого допускать физического контакта, подгонять, тянуть ее. То есть, да, нельзя. И этого, в принципе, достаточно, чтобы в каникросе, самой базовой нашей дисциплине, чтобы пробежаться. Снаряжения в этом спорте немного. Его, кстати, новичкам предоставляют бесплатно. Надеваем пояс на хозяина, шлейку на собаку, а потяг – сразу на обоих. Вот и мы стали единым целым. Все, в принципе, все готово. Кроме меня. Теперь пробуем запуститься. Запускаюсь собак на счет. То есть четыре, три. Убедите, мне страшно. Кстати, этот старт будет первым не только для меня, но и для Тагира. И он, похоже, уже настроился. Так что три, два, один. Побежали, побежали. Вперед. Замахнуться на полноценную дистанцию мы не осмелились. Но и одного километра хватило для того, чтобы понять, бег в связке с мохнатым напарником – это лучший вид нагрузки. Филонить тут не выйдет. Нужно соответствовать Тагиру. Мы справились? Да, на все сто процентов. А давайте вот я не расспросу главного. Тагира. Я думаю, ему все понравилось. Вообще, после финиша обязательно собаку нужно похвалить, чтобы она еще с большим рвением потом рвалась на старт. Спасибо, мой хороший. Следующий старт через два дня. Продолжение следует...